Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких новостях этой недели. И вот чем особенно запомнились последние дни. История под ногами. В Самаре при замене бордюров обнаружили надгробную плиту героя гражданской войны Николая Щерса. Доехать до аэропорта в полтора раза быстрее. Новую дорогу от поселка Волгского до Курумыча откроют в конце года. Реконструкция московского шоссе близится к финалу. Ближе к осени по нему поедут автомобили. Историческое событие. В Самаре совершенно случайно во время ремонта тротуара обнаружили плиту с именем легендарного начальника дивизии. Герой гражданской войны Николая Щерса. Возможно это фрагмент надгробия. Историки и крыведы пока не торопятся с выводами. Но что находка уникальная, вне всяких сомнений. Откуда может быть этот артефакт и какова его дальнейшая судьба, выясняла Олеся Корецкая. Ходили по истории ногами, рассказывают сотрудники инвестиционной компании на улице Фрунзе. Здесь во время ремонта тротуара случайно и обнаружили каменный фрагмент с именем Николая Щерса. В обед вышли посмотреть, что все нормально, чтобы ничего не попортили. Вот увидели бордюрный камень с какими-то вензелями. Стали более внимательно читать. Оказалось, что там с кладбища получаются какие-то могильные плиты. Находку временно поместили в здание дома офицеров, вызвали специалистов. Фрагмент является частью надгробия с могилы Щерса, уверен коллекционер и доверенное лицо потомков красного командира Дмитрий Хмелев. Считаю, что это настоящая плита, именно надгробная, потому что когда все на месте находки, там были другие еще плиты, там порядка 10 штук плит. Они все одинаковые, разные фамилии, разные даты. Но картины одни и те же. Один тоже материал, оно тоже исполнение. Мы вчера, конечно, обрадовали, что мы нашли, но не удивились. Мы уже знали, что она где-то здесь. Мы ошиблись на 300 метров. Дальше версии разошлись. Краевед Олег Ракшин уверен, что находка – это часть памятника Николаю Щерсу, установленному не на могиле, а в другой части города. Настоящий памятник выглядел совершенно иначе, над могилой я имею в виду. Судя по фотографии, это был обелиск, который венчала звезда, и на этом обелиске была надпись «Начди в 44, Николай Щерс, дата рождения, дата смерти». Пока фрагмент плиты будет находиться в окружном доме офицеров под контролем городской администрации. В ближайшее время будут проведены экспертизы, встречи со специалистами, историками, представителями Министерства обороны и потомками Николая Щерса. Если родственники изъявят желание эту плиту каким-то образом забрать, у них есть на это права, конечно, мы этому препятствовать не будем. Мы поможем в этом вопросе. Внучатый племянник легендарного красного командира прибудет в Самару в 20-х числах июня. Он и решит дальнейшую судьбу найденной плиты. Надо подумать, может быть, она заслуживает место либо в местном Самарском краеведческом музее. Очень серьезный, очень важный артефакт. Его путешествие по истории, оно чем-то упоминает очень простую судьбу самого героя. В истории жизни и гибели Николая Щерса еще много белых пятен. И историкам предстоит хорошо поломать голову. Ясно одно, Самарские улицы таят в себе много тайн и загадок. И впереди новые открытия. Прямо здесь, на месте, где была найдена плита с надписью Николая Щерса, по слоям тротуарной плитки. Песка и земли проглядывают еще могильные плиты. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. В полтора раза быстрее добраться до воздушных ворот города. Уже в конце этого года. Сейчас полным ходом строят новую магистраль от поселка Волжский до аэропорта Курумыч. Дорога протяженностью 5 километров включает в себя путепровод, который пройдет над железной дорогой. На стройплощадке побывала Марина Матвейшина. Электрички ходят строители. Работают над железной дорогой, которая ведет в аэропорт. Возводят путепровод длиной 156 метров. Это часть новой дороги от поселка Волжский до аэропорта Курумыч. Путепровод возвышается над землей на 12-метровых бетонных опорах. Сама конструкция полностью металлическая. Балки высотой 2,5 метра, сверху ортотропная плита. Проверенная временем уже надежная конструкция. Рассчитана под нагрузку сектора. Параллельно с возведением путепровода рабочие делают насыпи, чтобы соединить дорогу с мостом. Для этого каждые 30 сантиметров песка проливают водой и выравнивают слой за слоем, пока высота насыпи не достигнет путепровода. Затем установят переходную плиту и все вместе соединится дорожной одеждой. На всем полотне у нас производится новая система 3D-технологии. По 3D-технологиям получается все намного быстрее, качественнее и беспроблемно. То есть бульдозера, экскаваторы, в общем они грейдеры, автогрейдеры. Они все делают по системе 3D, по спутникам, по тарелкам. Автоматически все полностью работает без, грубо говоря, людей. Строительство новой дороги идет круглосуточно. В целом ее готовность оценивается в 60%. Объект разделен на несколько участков. Разворотное кольцо рядом с новым терминалом аэропорта уже заасфальтировано. Газоны вдоль дороги тоже приведены в порядок. Такая развязка сделает удобными подъезды и выезды из аэропорта. Данная дорога ускорит от поселка Волжского по скорости до аэропорта и в обратную сторону. Проезжать будут, наверное, раза в полтора быстрее. Новая магистраль протянется на 5 километров. По две полосы в каждую сторону. Проезжать по ней можно на скорости 120 километров в час. Движение обещают открыть уже в конце этого года. Когда построят новую дорогу Самары-Курумыч, старую демонтируют. А на этом конкретном участке от железной дороги до заправки сделают бесплатную парковку. На 121 автомобильное место. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Ускорить ремонт Южного моста потребовал глава города от подрядчика. Олег Фурсов приехал на место проверить, на каком этапе сейчас работы. О результатах инспекции расскажет Лариса Шалафаст. Ремонт путепровода Аврора Южного моста идет круглосуточно. Деформационные швы с одной стороны смонтированы на 50%. К концу месяца обещают положить нижний выравнивающий слой асфальтобетона. И уже к 15 июля здесь откроют движение. Начнется ремонт второй стороны. Глава города Олег Фурсов призвал подрядчика сокращать сроки ремонта. Надо сейчас пересмотреть и более жесткие сроки поставить. С точки зрения организации работ, выставления людей, если есть резервы, значит надо людей дополнительно выставлять. Днем на объектах работают 45 человек, 15 человек в ночную смену. Замечания главы города пообещали учесть в ближайшее время и увеличить количество рабочих. Будем привлекать на момент оклеечной гидроизоляции, то есть будут у нас привлечены бригады. По мере поступления барьерного перильного ограждения тоже будут привлечены еще дополнительные люди. Это порядка еще 30 человек. Протяженность мостового комплекса 1200 метров. Строитель дает гарантию. После модернизации объект прослужит горожанам еще несколько десятков лет. Ремонт моста он назревал очень давно. Вы знаете, что он был в предварительном состоянии. И я хочу сказать спасибо отдельно правительству, области и губернатору. Вовремя выделены деньги. И подрядчики приступили своевременно к ремонтным работам. Потому что некоторые моменты показывали, что критическое состояние было. Отдельных элементов моста было критическое состояние. Еще один вопрос благоустройства прилегающей территории. Олег Фурсов сделал замечание подрядчику. Территорию нужно убирать своевременно. Также представители района и общественности рассказали, переход через площадку Толевого не освещается. Письмо в Горсвет отправили, но вопрос до сих пор не решен. Мы же знали об этом ремонте с января месяца. Ну и что, неужели нельзя было все это скоординировать и организовать? Ну попросили бы подрядчиков, чтобы они помогли временку какую-то кинуть. Это же элементарная, так сказать, забота о людях, беспокойство о людях. Ну, опять пока бы... Значит, вам срок три дня разбирайтесь. Глава города поручил активнее привлекать к контролю за ходом ремонта общественность, чтобы у жителей района всегда была оперативная информация. Полностью завершить ремонт на путепроводе «Аврора» и «Южном мосту» планируют в октябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Пробки останутся в прошлом. В Самаре полным ходом реконструируют Московское шоссе. Транспортные развязки на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе смогут обеспечить беспрепятственное движение. Их откроют уже этой осенью. Марина Матвейшина с места событий. Будущий путепровод на пересечении Московского и Ракитовского шоссе уже приобрел свои очертания – два тоннеля и кольцо. Бетонные конструкции на пересечении Московского и Ракитовского шоссе готовы на 95%. Осталось забетонировать одну подпорную стенку. Затем здесь начнутся дорожные работы. Бригада рабочих трудится круглосуточно. И движение по Московскому шоссе, по тоннелям планируют открыть уже в этом году. Но не раньше осени. На пересечении с проспектом Кирова дело идет чуть быстрее. Здесь с бетонными работами закончили. Началась покраска. На Ракитовском шоссе снизились темпы из-за непредвиденных обстоятельств. Аварии на трубопроводе. Сейчас все коммуникации вынесены за пределы Московского шоссе и кольца в целом. Из кольца вынесено все. Здесь нет больше никаких сетей, кроме тех, которые смонтировали мы. Это ливневая канализация, которая будет уводить поверхностные стоки в основную ливневку. В планах на ближайшие две недели засыпка котлована. Все зависит от погоды. Невозможно уплотнять, невозможно доставлять. То есть есть свои сложности, есть нюансы. Я имею в виду дождь, чистый дождь, потому что не получается у нас удавиться уплотнения обратной засыпки. Соответственно, впоследствии будут неприятности. Строительство двух транспортных развязок – важная часть реконструкции Московского шоссе. Путепроводы тоннельного типа на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе обеспечат беспрепятственные движения транспорта по основному ходу. Само Московское шоссе будет шестиполосным, по три полосы в каждую сторону. Также построят боковые проезды, где будет выделенная полоса для общественного транспорта. Здесь же расположатся парковочные места и велодорожки. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов. События. Более 15 тысяч тонн песка завезут в этом году на самарские пляжи. Подготовка к упальному сезону идет на полевом спуске. Желающих понежиться на солнышке этим летом готовы встретить около десятка специально оборудованных мест отдыха. Что появится на Волжском побережье и когда стартует пляжный сезон, знает Алина Чемерес. Словно железную пасть открывает своей створке специальный кран, чтобы выгрузить песок на берег Волги. Самарские пляжи начали готовить к лету. Песок сюда везут из Ширяевского карьера. Всего более 15 тысяч тонн. Когда новым песком засыпят все городские пляжи, его возьмут на экспертизу, чтобы проверить, соответствует ли он правилам безопасности. В первую очередь уже отгружено. Там выгружено 3,5 тысяч тонн. На данной очереди планируется 300-200 тысяч тонн отгрузить. Думаю, что к завтрашнему дню уже на загородный парк перейдет плавкран. Дальше будет происходить планировка песка бульдозерами, погрузчиками. Начнем с первой очереди, далее пойдет по второй и так вверх по течению реки Волги. Этим летом жители смогут отдыхать на семи городских пляжах, в том числе у загородного парка Барбошиной поляны, у санатория Можайский на Красной Глинке. А вот у ладьи позагорать не получится. Набережная перекрыта, идет реконструкция. Под Некрасовским спуском оборудуют пляжи для маломобильных граждан. На первой очереди и на спуске по советской армии места для купания детей и тех, кто не умеет плавать. На время Грушинского фестиваля и форума Иволга благоустроят пляж в районе фестивальной поляны. Доставка песка – лишь первый этап подготовки к купальному сезону. После этого на Волжском побережье появятся зонтики, раздевалки, биотуалеты. Уборка пляжей будет осуществляться также ежедневно, не менее двух раз в день. В случае, если будет установлена жаркая, теплая погода и количество отдыхающих будет большое, то, соответственно, кратность уборки также будет увеличена. И, соответственно, пропорциональному увеличению количества отдыхающих будут вставляться дополнительные биотуалеты на пляжах. В преддверии купального сезона Волжское дно исследуют водолазы, уберут мусор и опасные предметы. При подготовке пляжей особое внимание и безопасности. В разгар сезона в городе оборудуют 12 спасательных постов. Три из них мобильные. Ежедневно прийти на помощь будут готовы около полусотни спасателей. Молодые ребята, спортсмены, которые имеют непосредственно отношение к спасению людей, пловцы. Перед началом работы спасательных постов у всех у них принимаются зачеты в бассейне. Мы смотрим, насколько молодежь готова к спасению людей. После этого они допускаются к несению службы. Открыть пляжный сезон в городе планируют 15 июня. В июне все лето специалисты будут регулярно проводить исследования воды на соответствие санитарным нормам. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События. Несколько месяцев на разработку и почти три года, чтобы получить патент. Самарские ученые создали новую технологию для машиностроения. Изготовленные по ней изделия уже заменили зарубежные аналоги. Валерия Макарова встретилась с учеными, чтобы понять, что такое виброизолятор и чем-то хороша металлическая резина. Это фильтр-элемент, это уже элемент, ударная подушка для виброизолятора. Полученная с помощью одной и той же технологии, которая защищена патентом. Эта деталь – часть большого механизма для защиты от вибраций. Чтобы сделать ее такой, как сейчас, ученые потратили полгода на исследования и эксперименты. Им пришлось разработать собственную технологию, которой нет аналогов в мире. Не просто мы прессуем его вдоль одного направления, но еще и прессуется вот эта стена. Ученые открыли новый способ работы с уже известным материалом, так называемой металлической резиной. По свойствам она очень похожа на настоящую резину. Упругая, хорошо гасит вибрации. Создают материал из стальных нитей, их закручивают в спираль и укладывают определенным образом. Коллектив был достаточно узкий в плане исследований. Было 4 человека, а когда вышли на этап производства, конечно, уже и само по себе изделие, там уже был задействован весь коллектив лабораторий. Создавалась технология для нефтяных фильтров, а пригодилась в итоге для тепловозов. Лаборатория получила заказ на производство виброизоляторов. Первая партия изделий успешно прошла испытания. Сейчас в лаборатории готовится к серийному производству. Чтобы получать прибыль от своей разработки и не бояться плагиата, технологию нужно защитить. Как оказалось, написать хороший патент – это настоящее искусство. Надо рассказать, что изобрели, и при этом не выдать секреты производства. На подготовку документов и все проверки ушло больше трех лет. И вот патент из США получен. Это в том числе признали. То есть мы о себе заявили, то, что мы существуем, то, что в России занимаются разработками с супругопольскими материалами, и занимаются на очень серьезном, так сказать, и научном, и опытно-конструкторском уровне. В современной истории ВУЗа это первый случай, когда его ученые получили американский патент. Теперь ждут ответы из патентного бюро Германии. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. Конфеты, которые безопасны для диабетиков. Политех доказал – это возможно. Ноу-хау показали журналистам. Конфеты без сахара. И тем не менее сладкие и вкусные. Только из натуральных ингредиентов. Полезное лакомство попробовала Мариана Мирная. Для производства самого шоколада мы используем какао-тертое, какао-крупкое. И вот оно, знаменитое какао-масло. Обратите, пожалуйста, ваше внимание. Кто-то сказал, что оно не симпатично выглядит. На самом деле, понюхайте его. Оно пахнет настоящим шоколадом. Марципаны, трюфели с тыквой, абрикосом и свеклой. Факультет пищевых производств Самарского государственного технического университета снова удивляет своим изобретением. Конфеты готовятся без добавления сахара. Значит, их могут есть даже диабетики. В них нет консервантов и красителей. Каждое лакомство – трудоемкая работа. Чтобы изготовить один поднос с конфетами, понадобится почти целый день. Мы берем уже заранее приготовленный марципан, который готовится из миндальной муки и мальтозной патоки. Формуем небольшой шарик. Помещаем на шпажку. И опускаем в шоколадную глазурь, уже заранее оттемперированную. Глазурь должна полностью покрыть наш шарик. После чего мы конфетку должны охладить. Все ингредиенты абсолютно натуральные. Разнообразие поражает воображение. В одной такой конфете около 35 килокалорий. И можно не бояться за свою фигуру. И все же человек, съевший такой десерт, получит самое главное – гормон счастья. Какао-масло. А какао-тертый, какао-порошок – это именно источник теубрамина, о котором вы говорите. Гормоны счастья, как его называют, или элементы, которые вызывают моментальный прилив счастья. Да, у меня может быть плохое настроение, и за окном буря, но я совершенно точно съем конфету. И мне не будет казаться это буря-буря. Я подумаю о том, что я ее пережду, и все будет очень хорошо. Работа исключительно ручная. И пока один килограмм такого лакомства стоит 3000 рублей. В политехе говорят, этот эксклюзивный десерт, конечно, не для массовых продаж, но получить в подарок маленькую коробочку полезных, а главное – вкусных конфет, будет приятно каждому сладкоежке. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События. Формат меньше, возможностей больше. В Самарском регионе меняют бумажные медполисы на пластиковые со специальным чипом. Кому необходимо оформить новый документ и как это сделать, расскажет Олеся Корецкая. Элла Корбушкина в поликлинике – нечастый гость, но и редкие визиты сюда старается сделать продуктивными. Оформляет медицинский полис нового образца – электронный. Мой бумажный старый полис, к сожалению, уже приходит в негодность. Я решила поменять его на новый полис – электронный медицинского страхования. И теперь в поликлинике тоже буду пользоваться новым полисом. Пластик надежнее бумаги. Он не мнется, данные не стираются. В шестой поликлинике к нововведениям уже готовы. Устанавливают специальные считывающие устройства для оформления талонов к врачу. Новый полис представляет собой пластиковую карту со встроенным чипом. Небольшой кусочек металла содержит все нужные данные – фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, срок действия документа. Полис выдается всем, начиная с рождения. До 14 лет он будет без фотографии. А уже начиная с 14 лет будет идентификация пациента. Фотография – его личная подпись. Фотографию делают при оформлении документов прямо в страховой. Срочно всем менять полис не нужно. Новый надо оформлять, если документ испортился, стал нечитабельным, изменились персональные данные. Пластиковая карта готовится 30 дней. На этот период пациентам выдают временный полис. Электронные полисы в Самарском регионе начали оформлять с 1 мая. Пока пластиковых карт выдали немного, примерно 600 штук. Да и нет необходимости в массовой замене документов. Технология будет внедряться постепенно, а полисы старого образца продолжают действовать. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. Проект, который подарил семьи десяткам сирот. В среду свой пятилетний юбилей отмечала программа телеканала «Самара ГИС» «Право на маму». В преддверии Дня защиты детей торжества в парке Гагарина организовала партия «Единая Россия». В числе почетных гостей – депутаты Надежда Колесникова, Марина Седухина, общественники и дети, которые обрели семью. Репортаж Алины Чемерис. Еще год назад маленькая Лиза жила в детском доме. У девочки было множество проблем со здоровьем. Теперь малышка чувствует себя лучше. У нее появилась семья. Историю Лизы Ольга Щеголева увидела в программе «Право на маму». Говорит, сразу поняла, девочка должна жить в ее семье. Очень добрая, очень ласковая. Вообще никогда нет никакой нелюбви к кому-то. Дружит со всеми. Ребенок замечательный. Ролик он передал. И всю ее прелесть, какая она сейчас, я ее такое и видела на этом ролике. Хороший был очень ролик, очень качественный. И мы до сих пор его пересматриваем. В программе «Право на маму» сегодня исполняется пять лет. За это время ее бессменный автор и ведущая Инесса Панченко рассказала о десятках воспитанников детских домов и приютов. Благодаря передаче 140 детей теперь живут в семьях. Проект «Право на маму» не раз становился победителем всероссийских конкурсов. За пять лет программа выросла. Теперь в ней рассказывается не только о детях-сиротах, но и о проблемах приемных семей и выпускников детских домов, благотворительных организациях. Судьбу своих героев создатель программы старается отслеживать. Через год, через два после того, как они попали в семью, это совершенно другие дети. Они настолько раскрываются, они проявляют столько талантов. У них меняется выражение лица, у них меняется отношение к жизни, за что несказанная просто признательность приемным родителям. Задумывалась эта программа для того, чтобы обозначить социальную проблему, проблему социального сиротства. И вы сегодня видите счастливые лица этих детей, которые приобрели семья. Вы видите счастливые лица матерей, отцов, которые приобрели детей. И что немаловажно, они берут не одного ребенка, а несколько. Торжества в преддверии Дня защиты детей организовала партия «Единая Россия» в числе почетных гостей депутат Государственной Думы Надежда Колесникова. 29 мая президент Российской Федерации подписал указ. Его назвали указом «Десятилетие детства». В этом указе президент объявил, что с 17 по 27 год в течение 10 лет самый важный вопрос государства – это вопрос подрастающего поколения. И объединиться должны в решении этих проблем все силы. И органы государственной власти, и неравнодушные граждане, и благотворительные организации. То, что проект, который помогает сиротам найти любящих родителей, появился именно в Самаре не случайно. Здесь в 90-е образовалась первая в России приемная семья. Чужих детей не бывает. Самарцы доказывают это и сейчас. Вот сейчас только в Самаре более 600 детей находятся в приемных семьях. И, конечно, у нас сейчас кандидатов приемной семьи, усыновителей. В очереди стоит огромное количество людей. Свой первый юбилей программа «Право на маму» отметила, как всегда, душевно. В день открытия форума приемных семей. В числе самых благодарных гостей – герои многочисленных выпусков передачи, у которых теперь есть родители. На праздники детей ждали творческие мастер-классы и развлекательная программа. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. Счастье в многократном размере. В парке Гагарина прошла встреча семей с двойнями и тройнями. Детей развлекали аниматоры, а родители в это время могли пообщаться и отдохнуть. Это ежегодные встречи, которые проходят более чем в 70 городах России. Валерия Макарова подробнее. У посетителей парка Гагарина в этот день двоилось и даже троилось в глазах. Под тенью дубов собрались тройняшки, близняшки, двойняшки, а также их родители. Это ежегодная встреча с семьей, которым привалило счастье в многократном размере. Вообще на 7 неделях поставили один мальчик. А когда пришла на второй скрининг, на первый скрининг 12 недель, мне говорят, так, первый. Я говорю, подождите, как первый? А тут вообще и второй. Ну, был шок. Очень большой шок. У нас не было ни у кого. Пошли за мальчиком, получили два мальчика. Многодетная мама Евгения Громова рассказывает, у каждого сына свой характер. Один шалун, другой любознательный, третий очень добрый. Конечно, жизнь семьи меняется, когда в ней неожиданно появляются сразу три ребенка. Однако сложности встречают все вместе и с улыбкой. Ну, просто это счастье, просто это обычная жизнь. Если Бог дает такое количество детей, то Он даст и все остальное. И силы, и средства, и все. Главное, наверное, позитивно. Действительно, без бабушек, дедушек, без их поддержки никак. И мужчина, он как связующее звено. Он должен везде успевать. Такие встречи ежегодно проходят по всей России. Они очень важны для многодетных семей. Ведь на них можно почувствовать поддержку, получить советы и обменяться родительским опытом. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова